Без очередей долгих ожиданий, современные цифровые технологии, комфортные условия для пациентов, благоустроенные помещения. Все это обновленная поликлиника, которую сегодня посещают более 13 тысяч юных жителей Ставропольского района. В целом, за последние три года по национальному проекту здравоохранения были обновлены 10 подразделений Ставропольской больницы. Прийти с утра пораньше за талоном в регистратуру, простоять в долгой очереди и, наконец, попасть на прием к врачу. Во многом, этот алгоритм действий уже ушел в прошлое. Современные поликлиники должны не просто оказывать качественную медицинскую помощь, но и обеспечивать комфорт как врачей, так и пациентов. Особенно, если эти пациенты дети. Детскую поликлинику Ставропольской центральной районной больницы посещают более 13 тысяч юных жителей. В 2021 году здесь прошла большая модернизация. В рамках национального проекта здравоохранения в поликлинике был произведен ремонт помещения. Обустроены кабинеты, зоны регистратуры, гардеробные и игровые. Также закуплено дорогостоящее оборудование. Обнедренные информатизации и электронные документы оборот теперь позволяют врачам в упрощенной форме вести пациента. Мы работаем в системе ИМИАС. Это компьютерная система, которая учитывает нашу работу и по которой мы можем посмотреть, когда пациент был, с какими заболеваниями, чтобы не пользоваться амбулаторными картами, например, если вдруг карты нет, утеряно. После модернизации работа стала проще. Все перевели на компьютерах, детям все нравится, яркая поликлиника, все удобно, все в доступности для детей. Сегодня в Ставропольской ЦРБ работают трое педиатров. Логопед, эндокринолог, психолог и другие узкие специалисты. Многие из них пришли сюда по программе «Иземский доктор», а также по целевому набору. Екатерина Петрова – врач-педиатр. В 2013 году она трудоустроилась в Центральную районную больницу по целевой программе. За время работы Елена Владимировна отучилась на врача ультразвуковой диагностики. Теперь она возглавляет детскую поликлинику Ставропольской ЦРБ. За смену можем принять до 150 детей. Это в сезон именно заболеваний ОРФИ. Сейчас, конечно, меньше, сейчас в основном профилактический осмотр. Запись пациентов на прием происходит с помощью как обычной, так и электронной регистратуры, без очередей и долгих ожиданий. Более того, пациент может сам выбрать для себя удобное время и подходящего врача. Стало удобнее проходить врачей без очередей. Спокойно берешь талончик, проходишь врача, какой тебе нужен. Также стало удобнее выписывать лекарства для ребенка. Всего за последние три года по нацпроекту здравоохранения обновлены 10 подразделений Ставропольской больницы. Продолжают возводиться и новые объекты медицинской инфраструктуры. Так, к концу 2023 года в селе Тимофеевка появится своя амбулатория. Строительство уже подходит к завершению. Вот этот объект, он у нас третья амбулатория. Практически у нас выстроена за период этого существования, модернизации первичных звенов, мы выстроили три фельдшерско-акушерских пункта, две амбулатории. Вот эта третья амбулатория, и в этом году еще строится ФАП «Кирилловка». Необходимость в строительстве новой амбулатории возникла из-за резкого роста численности населения Тимофеевки. За 14 лет оно выросло более чем в четыре раза, и имеющийся врачебный пункт уже давно не справляется с наплывом пациентов. Тот офис, который находится в центре села, он, к сожалению, не очень-то доступен для тех, кто находится на этой стороне нашего поселения. Поэтому сейчас все люди с большой надеждой ждут его открытия. Амбулатория, это, конечно, замечательно, потому что все-таки каждый раз ехать в город, не всегда есть возможность, не всегда позволяет транспорт, то есть это достаточно накладно, проблематично, плюс там свои очереди, и получается, что села, они идут как отдельным направлением. Теперь же у нас будет своя амбулатория, мы разгрузим ЦРВ частично. Всего в этом году в Самарской области планируется возвести более 30 новых объектов здравоохранения как в сельской местности, так и в малых городах. В 56 зданиях медицинских подразделений будет выполнен капитальный ремонт. Денис Капля, Ярослав Еркаев, Новости Тольятти. Десятки вакансий, разные участки работы. Автоваз в связи с наращиванием объемов производства активно набирает персонал. Заработная плата по ряду позиций более 65 тысяч рублей. Специальные предложения. Для учащихся колледжей, техникумов и вузов плюс 10 тысяч рублей ежемесячно в зарплате. 30 тысяч рублей подъемные для работников Ферронии и ряд других предложений. Лучшие в отрасли социальный пакет и гарантии. Звоните 64 64 64. Отдел кадров Южное шоссе 36, кабинет 119.